«Виктория Дмитриева. Это же подросток», читает автор. В записи принимали участие Тимофей Звигольский и Алиса Ефименко. Посвящаю эту книгу 13-летней себе, запутавшейся, потерянной, уже большой, но ещё такой маленькой девочке. Викуля, ты можешь больше, чем думаешь. У тебя впереди восхитительная жизнь. ВИДЕНИЕ Закрывается в себе, не слушается, хамит, ничего не хочет, грубит, не признаёт авторитетов. Примерно так многие родители характеризуют своих подростков. Тёплые отношения с ребёнком, которые родители старались выстраивать годами, в подростковом возрасте вдруг начинают рушиться. Добрых слов, объятий, общения становятся меньше, появляется взаимное раздражение. Подростки раздражают родителей, родители бесят подростков, а вместе с раздражением растёт родительский страх. Вдруг такие ужасные отношения у нас останутся навсегда? Вдруг подросток уйдёт из дома или попадёт в плохую компанию? Вдруг начнёт курить? Вдруг завалят экзамены? Вдруг мы рассоримся навсегда? Вдруг... Почему с подростками обычно сложно? Может быть, проблема в них самих? Давайте подумаем. Часто так бывает, что одно и то же поведение растущего ребёнка раздражает маму, а папу нет. Или бабушку нервируют, а вы, родители, на это спокойно смотрите. Все видят проблему по-разному. К вам приходит друг и жалуется. «Мой подросток ужасно себя ведёт, не слушается, ещё и курить пробовал». И вы спокойно отвечаете. «Ой, ну ладно, хватит тебе, он перерастёт». Но если то же самое происходит с вашими детьми, то эти же слова вас не успокоят. А если все видят одного и того же подростка по-разному, значит, проблема не только в подростках. И не только их поведением нужно заниматься. Не получится просто что-то починить в ребёнке. Тогда, может, причина в родителях? Сейчас вообще модно во всём винить маму и папу. Говорить, во всех моих комплексах виноваты родители, они меня не так воспитывали. Я разгребаю это всю жизнь. Но у меня для вас грустная информация. По данным некоторых исследований, родители, воспитание и вообще всё то, что происходило в детстве, влияет на нас только на 10-20%. С одной стороны, это печально. Ведь кто-то привык обвинять детские травмы в собственных проблемах и сложностях. Если таким людям сказать, что влияние родителей ограничивается 10-20%, то им придётся взять ответственность за остальные 80% на себя и как-то менять свою жизнь. С другой стороны, это может быть радостно, потому что мы понимаем, как бы мы ни старались, как бы ни ошибались, ни ссорились с нашими детьми, больше 10-20% их жизни мы не ухудшим. А с третьей стороны, некоторые от такой информации почувствуют тревогу. В смысле 10-20%? Я думал, что всё зависит от меня. Сделаю всё идеально, и ребёнок вырастет идеальным. Эх, к сожалению или к счастью, так это не работает. Если же проблема не в подростках и не в родителях, тогда в чём или в ком? А проблема на самом деле между ними. Точнее, в их отношениях. Область на пересечении двух сфер, родительской и детской, маленькая полоска и есть центр кризиса. Ни взрослые, ни подростки не виноваты. Но между ними есть отношения, которые необходимо выстраивать. Они не возникнут сами по себе. Какой бы прекрасный сад цветов вы не посадили, он загнётся и зарастёт сорняками, если за ним не ухаживать. То же самое с отношениями родителей и подростков. Какого бы прекрасного и талантливого малыша вы не родили, какие бы ценности не вложили в ребёнка, насколько выдержанными и мудрыми не являлись бы сами, если никто в семье не занимается отношениями, то будут проблемы. Недопонимание, манипуляции, утаивание, хамство, грубость, отдаление и конфликты. Отношениям необходимо уделять время, заботиться о них, как о прекрасном цветочном саде, и не выстраивать их только вокруг проблем. Если вы хотите, чтобы ваш цветочный сад цвёл и благоухал, не надо сажать туда сорняки. Наоборот, выкапывайте их и выносите за пределы сада. Если вы хотите, чтобы ваши отношения с подростком оставались комфортными для всех, выносите любые проблемы с подростком за рамки ваших отношений. Встаньте на сторону подростка. Посмотрите, пожалуйста, на схему в приложении. Она пригодится вам во многих сложных ситуациях на протяжении всей жизни. Вам не нужно бороться со своими детьми, а им с вами. Представьте, что вы со своим ребёнком на одной стороне воображаемого ринга. Рядом. Держитесь за руки. А проблема на противоположной стороне ринга. Вдвоём ведь намного проще её победить. Не вы друг против друга, а вы вместе против проблемы. Только так можно сохранить адекватные отношения. Чем мы и займёмся. Для вашего удобства аудиокнига разбита на части. Сначала поговорим о подростках, затем о родителях, после о том, что между ними происходит, об их отношениях. А в финальной части разберём самые типичные подростковые проблемы. Что делать в самых распространённых ситуациях, когда подросток демонстрирует то, что называется трудным поведением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...